Приветствую вас, дорогие! А вы знали, что ваши мысли могут буквально переписать вашу ДНК? Да-да, это не из области фантастики или эзотерики, а вполне себе наука. Встречайте, молекулярный биолог Брюс Липтон. Человек, который потратил 23 года на изучение эпигенетики и доказал, что наши мысли влияют на наши гены. Ему сейчас 79 лет, и он не болел уже 20 лет. Да и кто бы болел, зная, как управлять своей ДНК? Липтон с группой ученых показал, химический состав вашей крови напрямую зависит от состояния вашего сознания. Другими словами, если вы измените восприятие мира, ваши клетки тоже изменятся. Причем не просто изменятся, а буквально на уровне генетической активности. Как это работает? Представьте, что ваш мозг – это такой себе переводчик между тем, что вы думаете, и тем, что происходит с вашим телом. Например, когда вы испытываете стресс, мозг запускает каскад реакций, которые заливают гормонами стресса вашу кровь. И как результат – все болеет, ничего не помогает. А когда вы находитесь в состоянии покоя и радости, в вашей крови повышается уровень серотонина, эндорфинов и других гормонов счастья. Я не буду сейчас сдаваться в научные исследования. Если кому-то интересно, вы можете набрать в интернете и посмотреть. Но вывод один. По сути, наша физиология – это отражение нашего мышления. Ну и что мне до того кто-то скажет? Это значит, что наши гены – это не приговор. Ваша судьба не зависит исключительно от того набора генов, которые вы получили при рождении. Все гораздо интереснее. Например, если вы постоянно думаете негативно, то ваше тело начинает реагировать на это негативными изменениями. И наоборот, позитивные мысли активируют положительные процессы в организме. Липтон объясняет это через эпигенетику, которая изучает, как внешние факторы, в том числе и мысли, могут включать и выключать определенные гены. То есть предопределенность ваших клеток – это не что-то застывшее. Ваши гены – это, скорее всего, сценарий. А ваши мысли – это режиссер, который решает, каким будет этот фильм. И научные исследования подтвердили, что медитация, позитивное мышление и даже банальная практика благодарности могут менять вашу биохимию. Исследования показывают, что те, кто регулярно использует медитации, имеют более низкие уровни гормона стресса кортизола и более активные гены, отвечающие за долголетие и защиту клеток. Да, вам не послышалось сейчас. Ваши мысли могут увеличить продолжительность жизни. Так что, если кто-то теперь скажет «все у тебя в голове», можете смело отвечать «да». И это изменяет мой химический состав. Ведь то, как мы думаем, напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем. И не только психологически, в первую очередь даже физически. И Брюс Липтон, ну кроме меня, конечно, прямое доказательство этому. Парлю 79 лет, а он до сих пор себя чувствует лучше, чем некоторые в 30. Как говорится, мозг – это мощнейший допинг. И его можно включать в любой момент. Так что, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, начните с того, чтобы изменить свои мысли. Ну а если вдруг что-то не так, не стоит сразу бежать в аптеку. Возможно, просто пора изменить ваше восприятие. Ну и исходя из моего опыта, как тренера и гипнолога, что самое сложное? Самое сложное – это научиться отслеживать свои мысли. Ведь они проносятся у нас в голове со скоростью 60 тысяч мыслей в день. И не только отслеживать свои мысли, но и менять их. Скажем, пуская в работу только те, которые благотворно влияют на наш мозг и на наше тело. Вот поверьте мне на слово, большинство людей не справятся с этим самостоятельно. Нужны специальные упражнения и практики. И если вы готовы жить долго и радостно, то ознакомьтесь с моей программой, которая позволит вам кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Ссылку найдете в описании к этому видео. Ваши мысли – это сила. И как показывает наука, ваши мысли могут изменить даже вашу ДНК. Будьте здоровы, дорогие. Думайте позитивно и живите долго. А я, как всегда, всех вас люблю. Всем пока.